Привет! Если звук после рендера в MP3 кардинально отличается от того, что ты слышишь в своей FL Studio, то просто попробуй повесить на мастер-канал SoftClipper. Скорее всего, это поможет. С вами Стас, и я помогу вам стать властелином микшера за несколько минут. И, как вы уже поняли, это видео скорее для начинающих, но если ты уже продвинутый, то, скорее всего, оно чуть-чуть, но будет тебе полезно. Приступим! Микшер — это то место, где собираются все ваши звуки, вне зависимости от вашего желания. То есть из плейлиста, из channel rack все это попадает на мастер-канал, если оно не отправлено на другие каналы, и с мастер-канала уже рендерится туда, куда вы его рендерите. Вызвать микшер можно клавишей F9 или просто вот этой клавишей. Когда я нажимаю F9, она прям моргает, это видно. Можно зажать F9, она будет красиво моргать. Замечательно! Отлично! В микшере у нас есть целых 125 каналов. Всего на каждом канале по 10 слотов для эффектов. Также тут есть свой эквалайзер. Чтобы видеть вот такие вот красивые номера каналов, на которые отправлены ваши инструменты в channel rack, то достаточно зайти сюда, включить Show Mixer Track Selectors или просто нажать Alt плюс M, и они появятся у вас. Если у вас нет этой функции, то просто обновите FL Studio. Чтобы не выбирать для каждого звука номер канала вот здесь, вот мы можем на него нажать, попасть в его настройки, нажать на клавишу Track, и он отправится на ближайший свободный канал микшера. Либо мы можем выбрать звук, перейти в микшер, выбрать нужный нам канал и нажать Ctrl L, и он тоже отправится на канал микшер. Либо мы можем выбрать несколько звуков, выбрать номер канала, вот, например, канал номер 6, нажать Ctrl Shift L, и эти каналы разбросаются по микшеру, начиная с выбранного вами канала. Но стоит учесть, что всегда канал называется точно так же, как называется сэмпл, и поэтому иногда имеет смысл его переименовать, чтобы не сильно увеличивать размер шапки у микшера. Также на верхней панели микшера есть несколько настроек. Во-первых, это размер, конечно же, вот тут Compact, Compact 2, Wide, можно все сделать очень большим или очень маленьким. Лично мне нравится Compact 2. Также тут есть вкл-выкл боковая панель, вот с этими эффектами. Также тут есть переключение настроек стерео, то есть они так включены, так они выключены. Еще тут есть переключатель между пиковой громкостью, вот такой вот, и waveform. Каждый выбирает для себя, так как ему удобно, мне обычно выставлена пиковая громкость. В этих настройках стерео, которые можно включить или выключить, есть интересные штуки. Например, тут можно развернуть полярность, точно так же, как в настройках сэмпла, можно развернуть ее вот этой кнопкой. Также тут можно поменять местами левый и правый канал, вот так вот. Иногда это может быть полезно. И еще тут есть своеобразная ручка громкости для сайт-составляющей, то есть вот так вот все сужено, вот так вот все максимально расширено. Но это актуально только для звуков, которые изначально были не моно, то есть уже имели сайт-составляющую. После того, как вы отправили звук на микшер, вы можете повесить на него, в общем-то, любой плагин. И всего тут слотов 10. Чтобы его выбрать, опять же, нажимаете на слот, выбираете плагин и все. Чтобы этот плагин убрать, достаточно нажать на вот эту маленькую стрелочку и нажать либо сразу Delete, либо перейти в раздел Replace и выбрать Delete или Non в зависимости от версии вашей FL Studio. Если в вашем списке плагинов куча мусора, как, например, у меня вот здесь вот HitUp3, он тут не нужен. Это инструмент, а не эффект. Нужно перейти в браузер, плагин Database выбираем, набираем эффекты правой кнопкой мышки и Open. И попадаем в обычную папку с нашими эффектами. И тут мы можем найти этот самый HitUp3, нажать клавишу Delete, закрыть и здесь его больше нет. Таким же образом можно не только удалять плагины, но и создавать свои собственные разделы, как, например, вот этот созданный мной раздел. Также очень важно, каким именно образом звук проходит по этим плагинам. То есть сначала он попадает в хорус, потом только он попадает в софтклипер. То есть в софтклипер попадает звук, уже обработанный хорусом. И после этого обработанный хорусом звук обрабатывается софтклипером. И поэтому крайне важен порядок плагинов в микшере. И если вы хотите один из плагинов поднять или опустить в этом списке, то можно нажать здесь Move Up или Move Down. Либо просто навести мышкой и покрутить колесо мышки. Также около каждого плагина есть крутилка Drive-Ed. То есть поворачивая ее, вы подмешиваете к обработанному звуку оригинальный. Но стоит учесть, что если вы используете какой-то большой нестандартный плагин, если у вас не очень свежая версия FL Studio, из-за нее могут появиться искажения в звуке. То есть не всегда я рекомендую пользоваться ей. Но со всеми стандартными плагинами FL Studio ее можно легко использовать. Также если вы создали какие-то свои собственные индивидуальные настройки для плагина или для целого канала, вы можете это сохранить, либо перетащить на другой канал. Например, если вы хотите сохранить, жмем на маленькую стрелочку и жмем один раз на Save Preset S. А если вы хотите перетащить именно эти настройки плагина вместе с этим плагином на другой канал, просто зажимаем ее и перетаскиваем на канал, на который вы хотите его перетащить. И вот на соседнем канале получился точно такой же параметрик. Если вы хотите сделать это с настройками целого канала, то нажимаем на канал правой кнопкой мышки, файл, и либо нажимаем, чтобы сохранить присяд, либо опять же зажимаем и перетаскиваем его на какой-то другой канал в микшере. И получается, что мы дублируем настройки канала полностью на другой канал. Теперь мое любимое. Групповые каналы. Зачем они нужны? В основном для того, чтобы либо регулировать громкость целой группы инструментов, либо на эту группу инструментов повесить какой-то одинаковый плагин, чтобы не вешать этот отдельный плагин на каждый инструмент по отдельности, либо чтобы немножко склеить звук целой группы инструментов, наложив на нее один и тот же эффект, например, там какой-нибудь склеивающий компрессор или типа того. Давайте я покажу, как это делать. Например, мы хотим сделать групповой канал вот этих хедов. И мы можем зажать Ctrl и выделить группу инструментов, либо зажать Ctrl-Shift и выделить вообще рандомные звуки, какие мы захотим. Вот этот, например, еще и вот этот. Нажимаем на любой другой канал, на маленькую стрелочку внизу правой кнопкой мышки и выбираем Rode to this track only. И мы видим, как это все роутится. Чтобы засолировать этот канал и, соответственно, все инструменты, которые на него направлены, нажимаем Alt и правой кнопкой мышки. И вот они все солируют. Чтобы выделить все каналы, отправленные на этот канал, нажимаем Ctrl-Alt-L и вот они все выделяются. А чем отличается Rode to this track от Rode to this track only? Выбираем вот этот канал и делаем его Rode to this track only на соседний. И таким образом мы видим, что звук с него попадает на этот канал, на соседний канал, который для него является групповым, и уже после этого направляется на микшер. А если мы выберем Rode to this track, то получается, что этот канал отправляется на соседний канал, который выбран для нас групповым. И параллельно с этим отправляется еще и на микшер самого себя. То есть на микшер приходят два одинаковых сигнала. И поэтому мы делаем Rode to this track only, чтобы группа собиралась сначала на групповом канале, и с этого группового канала все вместе уже отправлялась на мастер. Еще, чтобы визуально группировать каналы в микшере, мы можем зажать Alt и двигать каналы с помощью стрелок на клавиатуре, либо даже добавить сепаратор, то есть разделитель. Нажимаем правой кнопкой мышки на канал, жмем сепаратор, и слева появляется полосочка. Это только визуальное разделение, не более того, и поэтому вот сепаратором я не пользуюсь. Я просто иногда с помощью Alt и группирую каналы так, как мне нужно. Также в FL мы можем выделить несколько каналов с помощью Ctrl и регулировать их громкость, потянув за выделенные каналы. И даже если у этих каналов разная громкость, то FL будет стараться сохранять соотношение громкости их между собой. На мастере работают совершенно те же правила, что и на остальных каналах, то есть звук спускается вот здесь вот по плагинам сверху вниз. Единственное, я не рекомендую вам трогать крутилку громкости и не рекомендую делать так, чтобы звук превышал 0 дБ. Также в FL есть канал Current. Выбрать его можно, нажав на большой индикатор громкости. Нажимаем и видим дополнительные пустые окна. Для чего нужен этот канал? В основном для анализаторов. Сейчас я продемонстрирую, как он работает. Повесим на него FastDist. Он обрабатывает тот звук, который прямо сейчас выбран. То есть сейчас выбран мастер-канал, и поэтому FastDist обрабатывает вообще всё. Если выберем канал с киком, он будет обрабатывать только кик. Если мы выберем групповой канал хэтов, то он будет обрабатывать только хэтов. Этот канал отлично подходит для анализаторов. То есть вот мы повесили на него WaveCandy и ProcQ2 и нажимаем на канал с инструментами. И видим их громкость, видим их АЧХ. Нажимаем на канал с басом, тут меняются показатели. То есть чтобы не вешать каждый анализатор на отдельный канал, мы просто можем повесить его на Current и видеть всё это. Я, честно говоря, этим особо не пользуюсь, но это возможно. Ну и напоследок, как записать голос в FL Studio? Для начала переключим режим на Song, включим запись, выберем здесь Input. Вот уже мы начинаем себя слышать. Здесь появляется красная точка. Кстати, для этого нужно обязательно включить FL Studio ASIO или любой другой ASIO драйвер. После этого просто нажимаем на воспроизведение и вот мой голос появляется здесь, вот прямо здесь в плейлисте. Мы можем это остановить, прослушать и воспроизведение. Вот таким вот образом можно записать звук в FL Studio. На этом у меня всё. Если видео было интересно или полезно, то обязательно ставьте лайк и ставьте заслуженный дизлайк, если было абсолютно неинтересно и вообще бесполезно. И обязательно напишите в комментариях, как бы я мог сделать свой канал лучше. Ну то есть на какую тему вы хотели бы видеть именно видео уроки на моём канале. Как обычно напоминаю, у меня есть видеокурс, он стоит 3290 рублей, подойдёт новичкам. Он от А до Я из трёх частей по Клауду, по Трилу, по Трэпу к нему приложен, как я уже сказал, курс для начинающих. Участие в закрытой группе, короче, напишите мне, ссылка на меня в описании. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс или хотя бы узнаете о нём подробнее. Подпишитесь на канал, если вы этого ещё не сделали. Посмотрите другие видео на моём канале, например, вот это видео или вот это видео. Я над всеми видео стараюсь и я уверен, что вам будет интересно их посмотреть. И всё, с вами был Стас, пока, увидимся в следующем видео.